Наречие. Неизменяемая, самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, признак действия и признак признака. Слова этого класса отвечают на вопросы «где», «когда», «куда», «откуда», «почему», «зачем», «как» и чаще всего относятся к глаголам и обозначают признак действия. Процесс образования наречия называется адвербиализацией. Морфологические признаки наречия – неизменяемые слова, они не склоняются и не спрягаются, не имеют окончаний, не изменяются по родам и числам. И только качественные наречия, образованные от прилагательных, имеют степени сравнения и формы субъективной оценки. Тихо-тише, менее тихо, тише всех, тихонько-тихонечко, синтаксическая функция. Предложение выполняет функцию обстоятельства, а также определение или сказуемого. Классификация по значению обстоятельственные. Образы действия обозначают образ действия, отвечают на вопросы. Как, каким образом, меры и степени обозначают меру и степень чего-либо, отвечают на вопросы. Сколько, во сколько, на сколько, в какой степени, времени, обозначают время совершения действия, места, обозначают место совершения действия, причины, обозначают причину совершения действия, цели, обозначают цель совершения действия, определительные, качественные, выражают характеристику или оценку действия или признака, количественные, определяют меру или степень проявления действия или признака. Способы и образы действия указывают на способ совершения действия, сравнения и уподобления совокупности. Качественные наречия, образованные от качественных прилагательных, имеют степени сравнения. Сравнительная степень выражается синтаксически, с помощью суффиксов «е», «ше», «е», «же». Некоторые наречия образуют сравнительную степень суплитивно, то есть меняя основу. Хорошо, лучше, много, больше, мало, меньше, глубоко, глубже. Аналитически при помощи вспомогательного слова «более» в сочетании с исходной формой наречия «более сильно», «более гнусно», «более мерзко» и т.д. Превосходная степень выражается синтетически, мудро, мудрее всего, с помощью суффиксов «е», «ш», «ш», «покорнейше прошу», «нижайше клонитесь». Очень редко употребляется в современном русском языке. Аналитически с сочетанием слова «наиболее» с исходной формой наречия «наиболее противно», «наиболее страшно», «наиболее плохо т». «б» имеет книжный оттенок и употребляется большей частью в научном стиле речи и публицистики. Сложная форма с сочетанием слов «всех», «всего» с синтетической формой сравнительной степени «лучше всех». Есть наречия знаменательные, если они называют признак, они указывают на него «вчера» по волчьей степени сравнения наречий. 1. Сравнительная степень, а простая форма образуется с помощью суффиксов «е», «е», «ш», «же», «весело», «веселее». 2. Сложная форма образуется с помощью слов «более», «менее» и «наречий» в исходной форме «более строго» 2. Превосходная степень, а простая форма образуется посредством замены суффикса «суффиксом» «ейше», «покорно», «покорнейше», «ярко», «ярче ише». 3. Сложная форма образуется двумя способами, с помощью слов «всего», «всех» и простой формы сравнительной степени «выше всех», «больше всего», «с помощью слов наиболее», «наименее наречий» в исходной форме «наиболее интересна классификация по способу образования» 4. Суффиксальный, быстрый, быстро, творческий, творческий, приставочно-суффиксальный, сухой, досухо, приставочный, хорошо, нехорошо, куда, никуда, сложение разных видов, сложение слов, еле, 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 еле. 5. Сложение с первым элементом полу, полу лежа, полу сидя, сложение с присоединением суффикса или приставки и суффикса, мимоходить, мимоходом, половина, сила, в пол силы, правописание дефиса в наречиях, через дефис пишут. В наречиях на «уму», «ему», «ки», «ски», мягкий знак и с приставкой «по», в наречиях на «х» их с приставкой «в», образованных от порядковых числительных, в неопределенных наречиях с приставкой «ко» и суффиксами «то» либо «нибудь», «таки», «ка», в наречиях, образованных повторением слов и основ слов, сочетанием синонимических слов, приставка «по» пишется слитно. В наречиях, образованных от прилагательных с помощью этой приставки и суффиксов «у», «ен», мягкий знак «коу», «оньку», с формами сравнительной степени наречий, слитно пишется «Наречия, образованные соединением предлогов с наречиями». Наречия, образованные путем соединения предлога с вопросительными и указательными местоимениями, наречия, состоящие из предлогов и полного прилагательного, начинающего синогласную, пишутся раздельно. Следует помнить, что словосочетания, имеющие значение и обстоятельства, это уже наречия, а не существительные наречия в других языках. Английский язык в английском языке наречия делятся на наречия места, наречия времени, наречия степени, наречия образа действия, прочие наречия могут характеризовать глагол или глагольную фразу, признак другой наречии, существительное, местоимение и целые предложения. Изменяемое наречие в большинстве языков наречие считается неизменяемой частью речи. Известны по крайней мере два языка, в которых наречия способны иметь согласовательные суффиксы – аварский и маори.